Я могу сказать, что год он был непростой, сегодня ситуация еще сложнее. Тем не менее, мы можем сегодня уже доложить, и об этом мы говорим, все намеченные наши программы, проекты, которые мы вместе с вами реализуем, еженедельно мы с вами их обсуждаем, они реализованы. Мы, конечно же, интегрированы в мировую экономику. Татарстан является крупным промышленным центром, у нас 50% нашей продукции идет на экспорт, и, конечно же, события, которые происходят, они нас тоже касаются, и мы должны иметь ответы на эти вызовы. Вот предварительные итоги нашей работы у нас, валовый региональный продукт, предварительно составит триллион 630 миллиардов рублей, в прошлом году было триллион пятьсот двадцать, рост пока мы даем 1,3%, но это надо еще будет уточнить, но я считаю, что в данной ситуации это неплохо. Объемы промышленной продукции 1 триллион 658 миллиардов рублей, ну и, конечно же, темпы роста в сельском хозяйстве 102,6%. Очень важно, что мы сохранили объемы инвестиций в основной капитал, они предварительно составят 539 миллиардов рублей, ну и уровень среди зарплаты с ростом 10,3%, 28 711 рублей. Мы по экономике, пятая экономика нашей страны, мы в округе по многим показателям занимаем лидирующую позицию, это и заработные платы, бот жилья, объемы строительных работ, произведенные сельскохозяйственные продукции, оборот розничной торговли, платные услуги, ну и результаты, конечно же, качество жизни населения главный критерий, продолжительность жизни, 72,5 года, позитивная динамика сохраняется по демографии, мы ожидаем где-то плюс не менее 9 тысяч человек, ну и всего будет рождено, год еще не кончился, свыше где-то 56 тысяч детей. Ну, основа нашей экономики и, конечно же, наиболее важную составную часть в пополнении бюджета решают наши предприятия нефти, но и промышленности, нефтехимии, нефтепереработки сегодня, доля нефтегазохимического комплекса сегодня в отгрузке составляет 60%. Мы в этом году достигли цифры 33 миллиона тонн нефти, компания Татнефть 26,3 и остальные, и самые малые компании. В этом году 233 тысяч тонн сверхвязких битумной нефти добыты, это тоже большой успех наших нефтяников. Значит, половина нефти практически перерабатывается на двух наших заводах, идет большая работа по модернизации этих заводов, сегодня вот после обеда я как раз выезжаю на Танека, мы там провели большую работу, и эта работа будет продолжена, Танека уже выйдет в 2015 году на полный цикл, где не будет тяжелых остатков, такая же работа ведется на нефтеперерабатывающие заводы Тайфинка, но это будет где-то через год, они тоже выйдут на уровень, глубину переработки 95-97%. Есть большой проект, который, конечно же, мы планируем реализовать, это этиленовый комплекс, это очень большой проект, но надо все просчитать, ситуация, которая происходит в мире, у нас, она требует дальнейших согласований наших подходов. Сегодня по машиностроительному комплексу большая работа по модернизации проходит по КАМАЗу, новый модельный ряд, плюс новые направления двигателей на газовом топливе, очень хорошо работает Казанский вертолетный завод, 54 миллиарда будет в урочке в этом году, новый модельный ряд легких и тяжелых вертолетов появляется, завод имени Горького показывает хорошие, позитивные результаты и в сегменте гражданских судов и военных судов. Ну, те проекты, которые я бы хотел озвучить, конечно же, это турецкий проект по производству МДФ плитн, на польных покрытиях, это крупнейшие предприятия, которые сегодня уже полностью работают на нашем местном сырье, сырье низкосортная древесина, которую мы не имели сбыта, сегодня она поставляется на это предприятие. Следующее, конечно же, событие, которое было связано с запуском производства новой модели автомобиля Ford EcoSport, это в Щелнах, это не только новая модель, это практически щелнинский завод, Ford полностью модернизирован, завод Джорджскунус, который построен турецкими нашими партнерами, поставляет штамповочные изделия, значит, на компанию Ford. Получается, мы имеем... С запуском завода двигателей в 2015 году у нас будет очень высокий уровень локализации по компании Ford. Очень интересный перспективный проект по синтетическим сапфирам. Камо Кристалл Технологии – это очень новое направление, это не только российский рынок, это и мировые рынки. Значит, интересный проект тоже импортозамещения – это крупнейший завод по производству электроинструментов на особой зоне Лабуга, Интерскула Лабуга. Она не только будет расширяться, там будет и центр разработок. Завод по производству стальных шаровых кранов, вот в современных условиях, это для нефтяников, для газовиков, когда вводятся определенные санкции для наших отраслей, судьбоносно. Вот эти изделия очень нужны. Конечно же, я уже говорил, что КамАЗ не только сам модернизируется, у КамАЗа много партнеров, как Каменс, вот новый корпус по производству коробок передач, для центра фабрики КамА, значит, и другие производства. Сегодня мы говорим о новых материалах. В этом направлении тоже идет большая работа. Завод по производству композитных материалов сегодня уже работает на КПО Инне Горбунова, КПО Композит. Он решает большие задачи для объединенной авиастроительной корпорации. В 2015 год, это где-то, наверное, третий квартал, второй, третий квартал, запустим завод по производству минеральных удобрений. Татарстан будет иметь полный цикл. Если мы амьяк завозили, будем и амьяк, и метанол, и все производить на территории республики. Это тоже, во-первых, и добавленная стоимость, это и новые производства по газохимии. И самое главное, наши селяне уже не будут там от кого-то зависеть. У нас в любое время, Марат Горбович, главные деньги, чтобы были удобрения, будут достаточно. Большой проект по производству кремния органической химии, это тоже важный проект, это тоже импортозамещение, в том числе и изделия двойного назначения. Большой проект реализует компания Композит. Мы завершаем строительство крупнейшего завода по производству углеродного. Он практически построен, надо его просто запустить. Здесь основной потребитель Росатром, ну и другие отрасли. Мы считаем, что основной точкой роста ближайшей перспективы будет Камский территориально-производственный кластер, куда входят набережные щелны, особая экономическая зона и, конечно же, Нижнекамск. Это вот точка роста. Если взять особую экономическую зону Алабуга, это сегодня 42 резидента, 14 заводов уже там работают. На следующий год мы планируем запустить еще 9 заводов. Уже сегодня частных инвестиций свыше 80 миллиардов рублей реализовано. И мы будем дальше развивать это направление. Мы считаем, что работа по созданию инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, это технопарки, индустриальные площадки, IT-парки, она будет продолжена. В том числе мы идем уже в муниципалитеты, промышленные площадки, индустриальные площадки. У нас есть хорошие примеры. Тулещинский район, вы показывали, Лаишевский район. Они должны быть везде. Но понятно, что это связано с определенными финансами, нашими возможностями. Поэтому, тем не менее, мы эти направления будем поддерживать. Очень важно сегодня говорить о продовольственной безопасности нашей страны. То, что сегодня происходит, мы видим, во-первых, это курсовая разница. Значит, за границей мы уже не сможем покупать дешевые продукты питания. И продукты питания, которые мы покупали, не всегда соответствовали тому качеству, которое должны быть. Но я могу сказать, что Татарстан полностью обеспечивает себя и имеет излишки по основным продуктам питания. Вот мясо – 113%, молоко – 127%, сахар – 154%, картофель – 260%. Значит, нам нужны новые рынки. Сегодня нам надо использовать товаропроводящую сеть и выходить на другие рынки. Очень хорошие результаты показывают наши крупные компании. Вот новое производство мяса птицы – это агросилыкру. Большой мировом уровне проект. Значит, Камский бекон ставит задачу по удвоению производственных мощностей. Значит, ну и ряд проектов, которые есть в наших предприятиях, как «Акбарс Холдинг», «Красный Восток». Эти проекты также будут продолжены. Есть интересный проект по производству козьего молока. Этот проект, он уникальный. Значит, мы считаем, что сегодня крупнейшее тепличное хозяйство в России, майский, он полностью обеспечивает нас в зимний период необходимым набором овощей. Но самое важное нам, Марат Готович, обратить внимание на то, что вот этот плодовощпром, значит, как обеспечивал то, что есть некие сложности по их функционированию, мы должны обеспечить, чтобы в этой части у нас тоже была гарантия. Значит, или диверсифицировать на других направлениях, но сохранить этот комплекс очень важно. Несмотря на все сложности, вот сегодня, конечно же, и на федеральном уровне говорят о сложностях по финансированию определенных проектов, мы считаем, даже есть бюджет, который мы приняли с дефицитом, но все программы, которые мы наметили, они должны быть реализованы. Мы не планируем идти на какие-то решения, потому что уже об этом мы объявили населению. Наша задача – качественно и вовремя эти объекты сдать. Отдельное, конечно же, очень большое событие. Здесь надо поблагодарить и поселенческий, и районный, и городской уровень выбора депутатов Государственного Совета. Это был огромный хороший экзамен для всех нас. Мы встречались с коллективами и получали ту отсылку, которую получили. Такую же работу нам необходимо провести и в этом году. У нас руководитель республики должен быть избран. И, конечно же, на муниципальном уровне мы должны провести выборы очень достойно. Сегодня очень важно обратить внимание, конечно, на поддержку малых форм в сельской местности. Вот у нас свыше 400 тысяч личных пособных хозяйств, порядка 5 тысяч фермерских хозяйств, 1093 действующих семей ферм и 138 в процессе. Вот здесь были высказаны предложения. Что-то приемлемо, что-то неприемлемо. Но внимательно все предложения надо обобщить. Есть еще много вопросов, которые я их не буду озвучивать. Они связаны там или с житейскими, или с оплатой труда. Мы обязательно их внимательно рассмотрим и постараемся что-то решить. Если что-то не решили, поставим на лист ожидания. То есть, исходя из наших возможностей, готовности, эти вопросы тоже должны быть реализованы. Продолжение следует...